Субтитры сделал DimaTorzok Самый адекватный обзор Гран-при Бельгии Кстати о гравии Его на трассе Спа Франкошам стало больше Услышал наши молитвы сценарист Я верил, я ждал А тут еще и южноафриканская трасса Келами Пролетела с правом проведения гонки в следующем году Да и над крашеным куском асфальта под названием Полерикар Сгущаются тучи Так что аккурат в эти выходные было объявлено Что трасса Спа Франкошам остается в календаре чемпионата Отличная новость я считаю А вот по поводу других новостей давайте разбираться Диетологи королевы автоспорта выяснили Что из авокадо и морковки ничего вкусного не получится Денчик Рикардо заявил о своем уходе Что было вполне ожидаемо Учитывая, что на его место в Макларене Уже как бы взяли Кинотавра Рублева Мы много говорили на эту тему в рамках Слигстрима в субботу Поэтому здесь в обзоре долго распотякивать не будем Что касается конкретно этой гонки То у Денчика как всегда Ну то есть никак А вот с Оскаром Пиастри По сликовой терминологии Кинотавром Рублевым Все не так просто С одной стороны у него уже как бы есть Контракт с морковками Но с другой Вот Марсавнауэр по прежнему мутит воду Угрожает судом И всячески пытается делать вид Что гонщик, который еще ни разу не выступал в Формуле 1 Ему ой как нужен В общем за такую комедию Альпинистам смело можно давать Оскара Ведь им так реалистично жаль Потраченных рублев на Пиастри Ща капец как сложно было Неподготовленный зритель уже тянет руку Чтобы выключить этот ролик Крепись, камрад Лучше поставь лайк И поехали дальше Новость уикенда А, туру-ту-ту-тум-тум У, туру-ту-ту-тум-тум Ди, да Перед началом уикенда Вся автоспортивная общественность Ожидала громкого заявления О приходе Ауди Формулы 1 Своей, матья, с заводской командой Но вышла пара мужичков И на фоне Моторхоума Альфы скромно заявила Ну, мы это В 26-м годе Ну, придем Формулу 1 Ну, в качестве этого Ну, поставщиков Моторов Моторы будем поставлять С 26-го, кажется Ну, да, с 26-го года Моторы поставлять В Формуле 1 Вот Куда Ну, просто Будет Будет Мы Будем Да Вот такое вот примерно было заявление Ни разу не громкое И не помпезное Собрались Поговорили И разошлись Офигели, если честно, многие Только представьте себе Учитывая, что вот это громогласное заявление Прозвучало в декорациях Альфа Ромео Альфа С двигателями Ауди Смекаете? Эх, молчалин Помнишь, когда мы с тобой еще с сопляками Сидели на трибуне в Монсе И смотрели за этим противостоянием Ну, Валари и Карачиолы Такого глумления над историей Представить себе было невозможно На самом деле Исторического издевательства не будет Ибо уже на следующий день Сами альфачи объявили, что после 23-го года Сотрудничать с Заубером перестанут Ну, то бишь, уйдут совсем Кто не в курсе, нынешняя Альфа Это Заубер Ну, который BMW Ну, и там, короче, без 100 грамм карбона Не разберешься Если кто не в курсе В общем, судя по всему Какой-то проект от Ауди На базе Заубера будет Ну, вот какую именно вывеску повесить Они еще не решили То ли это будет там Ламборгини То ли Бугатти Ясно одно Пока что полноценно назвать Всю эту затею заводская команда Ауди Немцы ссыкуют Ну, что Немногочисленные августовские новости обсудили Пора переходить к самогонке Там, правда, все неоднозначно Мнения болельщиков сильно разделились Ну, видимо, в зависимости от того, за кого они болеют Правда, если болеешь за всех, все равно как-то выглядело все это стрёмно Одни вам штрафники чего стоили Сразу семь человек бесцельно участвовали в квалификации Зная, что их отправят в жопу пилотона Один из них при этом даже полу выиграл Представляете? Ага Ну, а на следующий день еще и два Альдебарана присоединились к ним в полном составе Вообще стартовали с питлей В итоге, ребятушки, вышло так, что показавший последнее время в квалификации Валерка Ботас Которого еще и оштрафовали Стартовал на рубеже первой десятки Да Подобный цирк в нынешних правилах это вообще норма И вот, несмотря на все эти расклады Самогонка вышла какой-то нормальной Откуда бы ни стартовали лидеры чемпионата Они все равно быстро прорываются И подиумы нас опять Рэдбулы и... Один Феррари Ну, как-то вот так вот все Обычно и без сенсаций Но скучная гонка это еще не повод сдаваться Поэтому давайте, как всегда Перейдем красную воду в брод И сетями адекватности Отделим бесцельно болтыхающихся в омуте От изящно плывущих к успеху Для начала давайте-ка я расскажу вам сказку Про розовую шапочку У розовой шапочки, значится, уже не было бабушки Был киборг Но сказка не об этом Пошел как-то розовая шапочка через лес Не спеша так пошел На одну секунду и восемь десятых Медленнее, чем красный бычок С бычком там вообще отдельная история Идет, бычок качается, вздыхая на ходу Резина не кончается Никто не сопротивляется Победа намечается, интрига вся в пизде В общем, от бычка вернемся к нашим баранам Пересек, значит, розовая шапочка в воду красную Плевать, что ноги замочил Главное, голова в тепле И тут из лесу как выскочит, как выпрыгнет старый волк Все я правильно сказал Не серый, а старый Розовая шапочка Ему на лапку хрясь и наступил Да сам от неожиданности аж подпрыгнул А старый волк ему человеческим голосом и говорит Да, так и сказал Мол, эта добрая девочка только первой и может ехать А как дело до борьбы доходит, то ведет себя как последняя сука Розовая шапочка ничего не сказал Понурил он голову и побрел в боксы Мол, хрена тут ловить теперь Ну, вернее, на этом и сказочке конец Ну и все такое Если серьезно, то я считаю, что обруганный Федором Ивановичем темный владыка Не заслужил такого Да, ошибся Но кто безгрешен, кто не ошибается Да к тому же сам Алонсо не первый день замужем И вполне мог предполагать, что Хэм попрет как танк Он пер как танк с Розбергом Кстати, в этом же повороте в 2014-м Хе-хе, ничему темного владыку жизнь не учит Самим Алонсо он пер в 2007-м так же бескомпромиссно Он пер как танк в прошлогодней Великобритании Монсо, Джиди Тихо, тихо, тихо Хэмофилы, тапкофобы Че у вас будились-то? Прошлогодние срачи, я считаю, позади Кто там прав, кто виноват, мы уже никогда не выясним Пора с этим смириться Я лишь констатирую факт того, что Люсёк всегда прет жестко и бескомпромиссно И ничего с этим не поделаешь Если прокатывает, ты побеждаешь Если нет, то лепишь из себя жертву Понуро идешь в боксы и рассуждаешь об упущенных возможностях Крепости духа, превозмоганиях, ну и там, лучших намерениях В общем, у меня, в отличие от Иваныча, к Хе-му претензий никаких Он таков, каков есть А эпичный инцидент в самом начале гонки, ну это единственное, наверное Что заставило сжаться сердце от напряжения Да, была еще и авария Ботоса Сейчас я вам объясню, что же там произошло с Ботосом Дело в том, что Валерчику стукнул Ферстапин Да, 77-му исполнилось 33 Непонятно? Ну, днюха у Валерчика была А тут еще и колян приперся, как всегда Его никто не приглашал, а он мало того, что без подарка, так еще и со своими дурацкими приколами Так что причин для радости в день рождения у Валерия не было Оно ведь, знаете как, в 33 года, да еще и в подыхающей Альфе в Формуле-1 особо радоваться нечему А тут еще колян, это каравай, каравай Ладно, от всех этих лузеров перейдем к героям прошедшей гонки Я уже как-то закидывал вам удочку, что нынешний сезон как-то очень попахивает 95-м Че? Каким бензином? Молчалин, заткнись 1995-й, когда окрыленный титулом Шумахер шел к своему второму чемпионству Да, там был Хилл, который пытался что-то пыжиться Но согласитесь, и в этом году был Леклер, который тоже что-то там пытался Так вот, Шумахер в 95-м выиграл Бельгию с 16-й позиции Теперь вот Тапок победил с 14-го места Думаю, вы понимаете, что даже если бы Макс стартовал из боксов Или от самого казино городка СПА Или от той замечательной Катальпы на Царской площади Он бы все равно победил Посмотрите на тактику пидстопов Макс проехал на софте больше, чем многие на медиуме И при этом он был быстрее многих в конце этого отрезка Представляете, сколько там темпа еще не раскрыто Сдается мне даже, если Ферстаппин отсыпет хоть чуточку своего темпа Ну, скажем, какому-нибудь Михалычу Тут вообще на подиумы приезжать начнет И все равно позади Тапка Вот столько у них темпа Эти засранцы еще и грозятся в Занворд более легкое шасси привезти Вообще капец Самовозина Удивительная машина Теперь можно с уверенностью сказать, лучшая в сезоне И удивительный гонщик Это необходимый компонент для тех, кто не въезжает Объясню, что не бывает, на мой взгляд, самовозников Всегда чемпионский титул И вот такой вот даже легкий чемпионский титул Как в 95-м или вот нынче Предстоит нам Это симбиоз Лучшего гонщика и лучшей машины Так же было у Хэмильтона Так было у Шумахера и у многих других У того же Сенны тоже Ну, правда, 91-й там, да В общем, такие дела А вот Сережа Перцев Он все больше начинает походить на Джонни Херберта Образца все того же 95-го года Че? Леклер? Нет, на Ализи сейчас Сайнс похож Одна победа и куча каких-то надежд на что-то А Леклер больше похож на человека, которого побеждают не только соперники Но и собственная команда Ну а Ферстаппин Максим все больше похож на Подставьте тут любую понравившуюся вам фамилию Легендарных гонщиков Прошло Ну что ж Раз уж мы коснулись этой темы Феррари Ребят, понимаете ли Явный прогресс Заметили? Они твердо решили больше не позориться В гонке со своей тупорылой тактикой Поэтому опозорились В квалификации Да, ребят, все так и было Мы тебе не ту резину поставили Это наша ошибка Зато не в гонке Я уже дико угораю с того, как скудеристы постоянно ставят Леклеру не те колеса У нас вон скоро гонка в японской Сузуки А ну как они ему вместо софта колесо обозрения поставят А вот еще идея, Молчалин Взять гимнасток Чтобы они крутили колеса Нет, я не про механиков Они пусть остаются И пусть вот они к ступицам вместо колес прикручивают гимнасток А те уже крутят колеса Только представь, Молчалин Как Феррари будут звучать на торможении Впрочем, ребятушки Мы же видим, что горцующие козлы неисправимы Пит-стоп перед носом у Алонса под конец Провалил задачу не тупить по тактике в гонке Уже даже сам Федор Иванович угорает над красными Так и сказал, говорит, я вот не знаю, но почему-то в Феррари всегда выбирают странную тактику Тут я с ним соглашусь Иваныч об этом не понаслышке знает А Будаби 2010 Такое не забудешь Ну а насчет попытки показать быстрый круг Чуваки, вы просрали сезон, рогатцы Нафига вам этот быстрый круг сдался? Ну скажите, зачем вам это дополнительное очко? Чтобы мать Тео Бенота в конце сезона перед боссами сначала его подставил? Еще и скорость на питлейн превысили А превысили, потому что в самом начале гонки Визор от Ферстаппина попал в воздуховод тормозов И пришлось заезжать и менять колеса На гимнасток И вот запасные датчики ограничения скорости Якобы и накосячили в этом ненужном бесполезном питстопе Ради бесполезного очка Да, ребятчики Если кто-то не смотрел Это я только про гонку Леклера сейчас рассказываю А про Карлита, ну, че там говорить? Ну, залажал круг в квале Мы же знаем, что если бы он даже показал идеальную попытку Все равно бы в гонке приехал третий Ну, реально, тягаться с бычками в этот день не мог никто Че горишь, Рассел? У Рассела вообще своя программа Четвертый, значит, четвертый Я есть Рассел Четвертый Поэтому Сайнсу можно было отдать кубок за третье место еще до старта Собственно, как и Ферстаппину Да и, пожалуй, как и Перцу Может, от этого гонка и показалась мне какой-то пресной и неволнующей Хотя были в ней свои герои К примеру, Макс Ферспоул Или Прорывакс Ферстаппин Ну и, конечно, другие голландские гонщики на Рэдбуле Вам, наверное, не видно будет Но я думал, где она делась Куда пропала Горцующая муха сидит Гаснут огни! Старт! Стартуем! Уже даже муха не особо горцует Ну ладно Если говорить о главном герое прошедшей гонки То для меня, я думаю, что и для многих из вас Самых адекватных, наверное Это Сашка Албан Да? Вот кто бился всю дорогу с равными А порой и превосходящими его по силам соперниками Вот для кого хорошая квалификация сыграла только на руку Третий раз в сезоне за рулем Вильямса в очках Ну не красава Я еще, знаете, что хотел сказать? Немножко философии Вот сами подумайте Каким-то супергением доктора Албана не назовешь Он-то и в Формулу-1, по сути, попал случайно уже На последние ступеньки поезда, управляемого доктором Марка Ну да, блеснул Потом попал в Рэдбул и там полностью провалился И даже выпал из обоймы Ну вот вернулся И пусть невысокий, но показывает результаты И он заметен, он ярок Я это к тому, что можно и не быть вторым сенной Но для Формулы-1 являться интересным персонажем А можно 10 лет кататься на папины деньги и не отсвечивать Еще один герой однозначно Форточкин Эстебан Обгон тоже становится все заметнее по ходу этого сезона В Бельгии он совершил сразу два двойных обгона Один из них вообще стал копией знаменитого сражения Хакенена и Шумахера в 2000 Да, тогда парни боролись за победу Но здесь это была реально тройная борьба за позицию И выглядело это очень красиво Как и 22 года назад немец проиграл Зато французы красавчики Местечко в Альпине пока свободное И знаете, я совсем не против вот такой вот французской сборной Обгон и гасли Ну круто же было бы Так что от Марусовнауру надо не кричать как попугай Пестре, пестре А обратить внимание на нормальных и опытных гонщиков прямо под носом К тому же французов Если для них там вообще в этой Формуле-1 Слово патриотизм что-то значит Ну и продолжая хвалить эту троицу косплейщиков легендарных обгонов Петр Гасли. Он вообще неожиданно для себя стартовал спидлейн и даже не знал, заведут ему двигатель, не заведут. А тут вдруг приехал в очки на своем Альдебаране, который в последнее время никуда не едет. Ну а Сэбушка Феттель, тот вообще провел чуть ли не лучшую гонку во всем сезоне. Ну, для себя, естественно. Вот, пожалуй, для этой группы пилотов гонка в Бельгии стала действительно захватывающей, наполненной событиями и местами даже сенсационной. Никакие Хассы, Морковки и Альфачи в эту борьбу вмешаться не смогли. Не могут похвастаться результатом и напарнички типа Цуноды или Строла. Впрочем, это лишь начало второй части сезона. Посмотрим, что будет дальше. Пока можем лишь констатировать, что среди лидеров произошло некое упорядочиванье. Серега обогнал Леклера и стал вторым в турнирной таблице. Сайнс, благодаря своему подиуму, опередил Рассела. И теперь все четко. Два Рэдбула, две Феррари и два Мерседеса. Пусть и по мнению болельщиков Хэмильтона немного не в правильном порядке. Удастся ли ребятам сохранить этот расклад до конца сезона? Если честно, сомневаюсь. Еще интересно, сможет ли Норрис устоять на своем месте, учитывая возросший темп альпинистов. И я бы даже сказал, не столько темп, сколько стабильность этой французской команды. Ну а так, в Кубке Конструкторов тоже все четенько. Четверка определилась и вряд ли она изменится. Рэдбул, Феррари, Мерседесы и Альпина. Тут разве что Мерс может попытаться сразиться с Феррари, но пока это выглядит маловероятным. Пока выглядит маловероятно. Ну а гонка в Бельгии, тут знаете, трасса не виновата, что Рэдбул обрел такой поистине самовозный темп, а в Феррари как были рукожопами, так и остались. Обгонов было много, борьбы было много. И самое главное, дождя не было. Так что с удовольствием посмотрим Бельгию еще раз через годик. Ну а тем, кто с удовольствием посмотрел этот обзор, рекомендую обратить внимание на ссылочки в закрепленном комментарии. Там вы можете поддержать наш канал. И там же мы вас за это и отблагодарим. Ну а если по мнению кого-то я опять вдруг чего-то не сказал, давайте все это обсудим в комментариях. Только побыстрее, а то уже через пару дней из Амбурт новые новости, новые темы для обсуждений, радости и разочарований. Да-да, ведь за это все мы и любим Формулу-1. Я поездил в общем-то так мало Видел только Сочи автодром Там даже жена мне простонала Что поедем в спа лучше потом В Майами одни только стены Во Франции автобан Смотреть на полоски так скверно Поэтому с па франкошам С па франкошам, с па франкошам Ясно даже малышам, что С па франкошам, с па франкошам Будет гонка хороша С па франкошам Будет гонка хороша И при всем при этом Только тромов По планете, сука, миллион Но ботаников от чемпионов Отделяет только Родион В Испании, сука, лишь тесты В Баку разве что есть свой шарм В Монако давно уже тесно Так клево, что есть франкошам С па франкошам, с па франкошам Ясно даже малышам Что в спа франкошам, с па франкошам Будет гонка хороша С па франкошам С па франкошам Будет гонка хороша С па франкошам С па франкошам С па франкошам Будет гонка хороша Субтитры создавал DimaTorzok